И мы продолжаем говорить в нашем эфире о годовщине освобождения Севера Украины от захватнической армии России, о пыточных Бучанской резне, о последствиях оккупации и тех сотнях мирных жителей, которые до сих пор считаются пропавшими без вести или же неопознанными. Все это обсудим с Андреем Неботовым, главой полиции Киевской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Хочется начать со слов благодарности. Спасибо за невероятный труд и проделанный объем работы. Мы знаем, что вы сегодня приехали в Бучу для награждения лучших полицейских и кинологов, так ведь? Да, сегодня так совпало. Сегодня 29-е годовщина дня создания кинологической службы в подразделениях Министерства внутренних дел. И это подразделение было очень важным для работы всей правоохранительной системы, причем не только полиции, мы понимаем это, и вооруженных сил Украины, и пограничные службы. Но во время войны она приобрела новый импульс, и необходимость именно кинологической работе возникает все больше и больше. Это и разминирование территорий, все вы знаете об этой работе, которую проводят в том числе и кинологи. К сожалению, поиск остатков людских тел, то же самое есть такие. Ну и, соответственно, собаки, которые помогают искать людей, которые потерялись в лесу или при других обстоятельствах, это тоже работа кинологов. Вот мы знаем, что весь год ваша команда занималась расследованием военных преступлений Росармии, фиксацией этих преступлений, поиском причастных, конечно же. Мы помним зверство на улице Яблонской в Буче, это улица Смерти, как ее сейчас называют. Хочется узнать ваши личные воспоминания с прошлого года. Вот, учитывая ваш профессиональный опыт, вы были готовы к вот той картине, которую увидели после деоккупации области? Ну, первые впечатления, я говорил уже о них неоднократно, это смешанные чувства, которые вызывают чувство радости. Это освобождение нашей земли от оккупантов, то, что удалось их разбить и выгнать нас с нашей земли. Ну, а второе, это ужас, конечно, увиденный собственными глазами этих преступлений армии Российской Федерации. Это и не только разрушение, больше всего поразило нелюбское отношение к украинцам, убийство гражданских украинцев, расстрел детей, женщин, стариков. Все это большинство правоохранителей и сил безопасности первыми видели своими глазами, дальше это уже все видели журналисты. И благодаря этому весь мир узнал настоящее лицо армии Российской Федерации и что из себя представляет этот российский режим сегодня. Вот о действиях оккупантов Буч и последовательности вот кровавых событий известно в том числе благодаря камерам видеонаблюдения, которые тогда работали в городе. Скажите, вот спустя год после освобождения области приносят ли владельцы таких камер какое-то новое видео или какие-то другие новые факты, возможно, вещественные доказательства преступлений оккупантов, которые могли бы помочь следствию? Ну, скажу так, к сожалению, новые видео это редкость, но до настоящего времени приходят люди и совершают, не совершают, а дают информацию по фактам совершения преступлений еще год назад. Люди возвращаются из-за границы, люди возвращаются из других городов по Буче, это уже вернулись около 90% жителей и дают нам новую информацию. Я хочу сказать, что только в этом году мы уже зарегистрировали больше 300 преступлений, которые связаны с войной, которые совершали солдаты армии Российской Федерации на территории Киевской области. Вот мы сейчас даже видим видео, как едет машина и вот по геолокации определяются, где лежат какие тела, то есть видим, как восстанавливаются события буквально, да, вот по минуту на того, что происходило. В данном случае вот мы видим съемка 23.03.10.41 и вот со спутника сверху с аэрофотосъемки видно, как фиксируется, да, засинхронизировано, вот как едет машина и показано, где находились какие тела. Вот настолько скрупулезно все расследуется, так расследуется? Да, да, Буча для нас очень имеет важное значение, потому что благодаря действиям силы обороны, вооруженным силам Украины, Бучу удалось освободить и очень быстро это сделать, а правоохранителям зафиксировать все преступления, которые совершены армией Российской Федерации непосредственно здесь. К сожалению, как я говорю, в Мариуполе мы уже это сделать сейчас не можем, потому что город оккупирован, следы преступлений уничтожаются. А в Буче это удалось сделать. И те масштабы, которые увидели журналисты, в том числе и национальные, международные журналисты, международные организации, представители правительства, главы государств, своими глазами дают возможность понять все-таки и в дальнейшем привлечь всю армию Российской Федерации, военно-политическое руководство к ответственности, к международной ответственности. Поэтому мы все это понимаем, правоохранители, что насколько ответственна сейчас работа каждого следователя, каждого оперативника в сборе такой информации и ее правильной фиксации. После того, как стали ясные масштабы трагедии в Буче, Владимир Зеленский сказал следующие слова, я хочу процитировать, на нашей земле побывало настоящее зло. Убийцы, палачи, насильники, мародеры, которые называют себя армией и которые заслуживают только смерти после того, что они сделали. Андрей, вот сколько жителей Киевской области стали жертвами всех тех, кого перечислил президент Украины? В настоящий момент мы нашли тела уже 1374 мирных жителей, подчеркиваю, мирных людей, не военных, которые не оказывали сопротивления и были убиты армией Российской Федерации во время уже, можно сказать, такой непродолжительной оккупации территории Киевской области. Хочу вам напомнить, что до настоящего времени 280 украинцев остаются пропавшими без вести, и которые пропали во время оккупации наших территорий, и судьба их до настоящего времени неизвестна. Хочу вам сказать, что кроме этого, естественно, были убиты и военные, которые героически защищали нашу землю и изгоняли ворога. Поэтому правильная оценка дана всей этой армии, и преступления в Буче, и по всей территории Киевской области, и вообще всей Украины, об этом четко заявляют и четко отфиксированы. Вот после деоккупации Киевской области был такой длительный период перезахоронения убитых. Скажите, вот много ли было таких братских могил обнаружено, и находят ли их по сей день, да, вот такие стихийные захоронения спустя уже год? Да, было много, я считаю, было, считаем мы примерно 15 могил массового захоронения. К сожалению, в последнее мы узнали и провели эксгумацию трех тел убитых в Бородянке мужчин. Про нее нам стало известно от местного жителя, который вернулся с западной Украины, он там уже был на заработках, и фактически год отсутствовал. Но во время оккупации Бородянки ему удалось похоронить три тела мужчин, которые были убиты российскими солдатами. После эксгумации стало понятно, что люди погибли от насильственной смерти. Одного из мужчин мы уже установили, это местный житель, который, по словам очевидцев, был расстрелян солдатом возле Бородянки. Поэтому знаем, что люди не все вернулись, знаем, что некоторые люди по психологическим причинам не говорят про то, что они видели. Но мы знаем, что еще будем длительный период времени получать информацию об этих страшных нелюдских преступлениях армии Российской Федерации на территории Украины. Спасибо вам огромное. Спасибо, Андрей, за ваши комментарии. И, конечно же, спасибо вам и всем вашим коллегам за ту огромную и непростую работу, которую вы делаете. А я напомню нашим зрителям, Андрей Небытов, глава полиции Киевской области, был с нами на связи. Спасибо. Спасибо.